Я тысячу раз благодарна судьбе за то, что она позволила мне встретиться на своем жизненном пути в один из самых трудных моментов такого замечательного доктора-врача от Бога. Вы, Владимир Георгиевич, русский самородок, соединивший воедино несколько направлений медицины, разработали свои подходы в решении многих проблем в лечении пациентов. Вы не только врач с высоким уровнем знаний и опыта, но и человек с высоким уровнем интеллекта, который позволил вам совершить чудеса в процессе лечения. Владимир Георгиевич, доброго здоровья! Доброго здоровья! Расскажите, пожалуйста, о вашем методе. Значит, этот вопрос довольно-таки часто задают. Задают, ну что это, спрашивают, мануальная медицина или еще что-то. Ну, наслушаются вот каких-то слов. Могу сказать, что вот эта методика, которая, ну как бы, это результат прожитого, а мне 60 на сегодняшний день. С лишним. С лишним уже, да. Значит, результат прожитого, результат работы. Работу уже больше 30 лет, я посчитал. Это вы не заставили посчитать. Более 30 лет уже получается. Так вот, за эти 30 лет двух одинаковых пациентов не было. После вашего лечения у меня состояние здоровья и настроение значительно улучшилось. Исчезли боли в затылочной части головы, поясницы, боли в области сердца. Улучшился сон. Стало значительно стройнее. Благодарю судьбу за встречу с таким прекрасным человеком. Доктором с большой буквы, Владимиром Григорьевичем. Говорят, что волшебники бывают только в сказках. Неправда. Они есть и в нашей реальной жизни. Пришла с головной болью, бессонницей, болями в поясницу. И вообще был большой упадок духа в связи с болезнями. Ухожу здоровой, жизнерадостной. В чем заключается ваша методика? То есть, насколько я понимаю, за эти 30 лет вы отобрали различные методы и объединили их в одно целое. И это не мануальная терапия, это, грубо говоря, не манальное красноправство, это не массаж, это не это. А что ж это на самом деле? Ну, звучит оно, может быть, неофициально. Лепка. Вылеплено им человека. Все его болячки человека. Это, прежде всего, перекосы мышечного костного скелета. Значит, напряжение нервной системы. И далее, и далее, и далее. Так вот. Ага. Общая концентрация. Что же все-таки, если бы у слова сказать, что же мы делаем? Да. Значит, мы вылепливаем костный и мышечный скелет человека. Восстанавливаем подвижность и кровообращение всех суставов. То есть, организм начинает работать гармонично, без перекосов. И тут я хочу сделать пояснение, а вы поправите. Да или нет? Вы как раз сказали, что организм человека в результате тех или иных болезней, или еще какого-то, он имеет перекосы. То есть, внутренние органы, значит, начинают совсем по-другому работать. И это ведет к тому, что внешне это отражается в том или ином перекосе даже тела. Вот. И можно идти даже не от органа, а можно идти наоборот, значит, от позвоночника от правильной формы тела, чтобы орган заработал. Застали тот орган работать правильно, гармонично. Вот, видите, то есть фишечка вашей системы, да. Что это заключается? То, что в результате болезни человека раз, искривило, и он даже не осознает, что искривило это то, что он болит, печень болит, почки или еще, что он идет, облечит печки, почки и так далее. А когда мы через это начинаем воздействовать на организм, чтобы сделать его красивым и стройным, и, главное, симметричным, и пропорциональным, то все внутри начинает выравниваться. И гармонично функционируется. О, и человек наслаждается здоровьем, которое он терял. Ага, то есть, ну как назвать этот метод? Я даже не знаю, как его назвать. Ну, по крайней мере, здесь как бы сочетание разных направлений. Тот же самый классический массаж. Какие-то элементы рефлексотерапии, костоправство, мануальные медицины. Хотя, не хотим, зачастую приходится немножко элементы психотерапии. То есть, направить мышление человека в правильный процесс. Он понял, что нужно делать, что от него зависит. Восстановить дыхание, питание, движение. Дело в том, что любому человеку, чтобы правильно питаться, это большие тома по диетологии прочитать. И я даю ему уже отжимки той мудрости, ты вот так делай. То есть, информация в двух словах. Вот так делай. Отдыши вот так. Отдвигаться вот так. То есть, не нужно пересчитывать огромное там по движению, по диетологии, значит, по дыханию, по дыхательным гимнастикам. А уже я ему даю как бы готовые формулы, что ты вот так делай. И причем для каждого организма свои рекомендации. Индивидуальные. Индивидуальные. Нет двух одинаковых организмов. Владимир Владимирович, я теперь хочу еще раз остановиться на вашей методике. Почему ее уникальность? Значит, за 30 лет вы, работая с людьми, стали понимать, что одной там мануальной терапии мало, костопроста мало, массажа мало, там уже питания мало, психотерапии мало. Вы это все объединили в единое целое, в единую струнную систему, которая направлена на то, чтобы в первую очередь сделать тело симметрично и пропорционально, плюс, плюс заставить работать, смотрите, и кровообращение, и инфообращение, и даже в этом... Нервную систему. Нервную систему успокоить. И плюс даже энергетику с точки зрения китайской восточной медицины все это сделать. Все единое целое. Да. Значит, чем она отличается? Я, конечно, встречался с разными, очень много интересными людьми, вот так вот по жизни, я имею в виду специалистами, что-то похожее. Есть интересные какие-то приемы. А здесь вот в этой методике, что приходит человек кривой, больной, а уходит здоровый. То есть мы не просто ему руку или ногу поправим. С которым он пришел, что у меня болит рука, да. А там, кроме руки, там копнешь. Работаем не с рукой, а с организмом. В целом. В целом. Кровообращение, нервная система. Ну, это даже лучше говорить. Все это гораздо проще, если вы пробовали. Это же, как, все гораздо проще. Все это укладывается. Ну, вот, в течение двух недель, примерно, работаем. То есть две недели, это необходимо для того, что идет физиологическая перестройка работы организма. Это просто-напросто тот период, который нужен организму, чтобы он перестроился. Да, тут без него была. И, насколько я знаю, вы же не просто там, вот, иногда же бывает, знаете, как вот у меня часто такое было, ага, вот спина там шелкнула, выскочила там, травмировалась. Я, значит, пошел, мне вроде как поставили, все вроде нормально. А потом лежу, она опять там выскочилась. Опять выскочилась, опять выскочилась. Насколько я понимаю, что вы не просто сделали тело симметричным, жутко, или все его, значит, искажения и взъяны, но вы это и закрепили. Значит, те позвоночки, которые вы говорите, они могут выскакивать. В процессе работы мы их ставим на место самыми различными методиками, работая слева, справа, мы вашими же мышцами, закрепляем ваши позвонки на месте симметрично. То есть, вес позвоночных слов вылепливается так, как он должен работать по природе, по идеале. А вот я знаю, а вот я знаю, что как раз, когда часто идет смещение позвонков, то образуются такие мышечные уплотнения, желбаки, которые стягивают их, постоянно вытягиваются своих мест. И знаю, что вы особо работаете над ними, чтобы их не было. То есть, пришел человек с горбатой спиной, с желбаками мышечными, а уходят с ровной спиной эти желбаки. Амбель, пожалуйста, как они образуются? То, что вы называли желбаками, они образуются, чтобы удержать организм вертикально в правильном положении из-за каких-то подвыхов, травматических дел. Значит, сдвигаются позвоночки, и чтобы человек оставался в правильном положении, там нарастает пучок мышц, который как в желлаки превращается. Значит, не цель только лишь разбить эти желлаки. Когда мы выравниваем, вылепливаем организм симметрично, у этих желлаков не остается работы, чтобы удерживать в каком-то кремом положении. Но мы параллельно еще с ними работаем, не давая им шансов там оставаться. Вот, я не знаю, так я объяснил или нет, понятно. Ну вот. Понятно. А вот, вот все-таки при работе со своими, значит, пациентами, вы неоднократно упоминаете следующий феномен, что когда работает с желлаком, обдает буквально-таки энергии, что какая-то там энергия еще, помимо всего, скатывается. Вроде как даже эмоционально, какие-то, может, эмоциональные переживания, которые были, остаются, начинают закреплять. Другие, что вы чувствуете, что он отдает энергию, разряды идут. Причем не очень хорошие энергии. Вот, расскажите об этом, пожалуйста, подробно. Дело в том, что вот сколько работаю, двух организмов, однако, не встречалось. Каждый болячку нажимаю по-своему. Далее. Уже систематизируя эти заболевания, как в своем сознании, в своем понимании, я вижу, что процентов 80 всех заболеваний, болячих, которые есть в человеках, начинались, первоначальная, первопричина перенапряжения нервной системы. Процентов 10 травматические, там, упал, там, еще что-то, ну, и процентов 10 все остальные. Как это происходит? Напряглась нервности, ну, какой-то нехороший звонок, ах, или двоечку получил, там, в школе, ах, папа, там, мама накажет. Напрягается человечек, спазмируются мышцы, и они начинают, вот они стянулись, а не всегда они сами по себе расслабляются. Они в организме накапливаются, эти спазмируются мышцы, постепенно, искривляя косы, скелет человека. Искривляя косы, скелет человека, зажимаются главные нервные окончания, главных органов на позвоночке. Когда там зажимаются, начинается сбой работы организма. То есть, человек попадает, вот, ну, такой, поручник рук, что ли? Помимо вот таких ужасных, неприятных болей, которые особенно возникают по ночам, когда человек не может спать, у него крутит то ногу, то плечо, то еще что-нибудь, Вот, вот, дальше идет... Секундочку. Ну вот, я попытаюсь эту мысль закончить. То есть, спазмируются мышцы от напряженной нервной системы, искривляют костный скелет, в госном скелете зажимаются главные нервные окончания, которые отвечают за работу самых главных органов на позвоночнике. Значит, начинается сбой работы этих органов, значит, сбой работы всего организма начинается. Если в двух словах, чем ближе позвонки друг к другу, чем больше они зажимают главные нервные окончания, тем интенсивный развал, старение организма получается. Так банальные, можно сказать, даже травмы или какого-то психоэмоционального потрясения, которое высловало даже где-то, можно сказать, этот спазм здесь, он может распространяться вверх по руке, доходить до позвоночника, и там... И человек не однажды только из-за двойки. Потом он поскользнулся там, потом какое-то напряжение опаздывал на автобус, и все эти напряжения накапливаются, накапливаются, накапливаются в человеке. Зачастую не разряжаются, превращаются в спазмированные сосуды. Что в процессе работы мы не просто механическую работу делаем в радио, мы в радио прообращение коры головного мозга. Для чего? Значит, когда... перекосы... А перекосы, это или избыток энергии, или недостаток энергии. Все болячки наши, или избыток, или недостаток. Так вот, когда мы в радио прообращение, человек начинает лучше спать, а только во время сна... и восстанавливаться. И восстанавливаться. Только во время сна происходят вот эти восстановительные ремонтные процессы в организме. А для того, все больные, все нездоровые обычно приходят с нарушением сна. У них теперь сон нарушится. А для того, чтобы хорошо поспать, в первую очередь, надо расслабиться, а этого нельзя же делать. А мы работаем, видите, где-то расслабляем, где-то толкаем эти позвоночки, закрепляем их мышцами. То есть, ну вообще, если откровенно, дольше даже это говорить. Ну, это просто... Ну, оно уже просто. Идет творческая работа. Это просто являет творческие процессы. Играция с каждым больным человеком. Потому что... Да, получается. А вот еще психоэмоциональное потрясение, если можно на них несколько подробнее остановиться и рассказать. То есть, человек вот перенервничал. Это тоже, такую фразу сказали, что идет перенапряжение нервной системы. Ну, как вот, я не пойму, нервы могут перенапряжаться. Вот я сейчас хотел уже... Там где-то вот именно как-то идет вот энергия накапливается эмоциональная, которая начинает... Относить. Вот, если можно вот этот вот момент пояснить. Значит, приходит человек, вот напряжение нервной системы, это не обязательно, что он будет какой-то нервной. Далеко вовсе не обязательно. Механизм такой получается. Вот я сравнил там, опаздываем на автобус, там еще что-то. Вот это напряжение нервной системы остается в организме в виде спазмированных сосудов. То есть, сейчас я хочу подчеркнуть вашу мысль. Любое эмоциональное, значит, вот, как бы сказать, напряжение, которое у человека, оно должно закономерно закончиться движением. То есть, а если полноценного движения там не бывает, у него остается такой маленький спазм, который дальше укрепляется, человек раз померяну шел, два померяну шел, это спам только сильнее. Только усилиться, к сожалению, да. Значит, не всегда вот приходит человек, не показатель, вот у него напряжение системы, но это не показатель, что он будет как-то нервно там говорить. Просто как в течение жизни накапливается. Но хуже того, кроме в виде сказменных мыслов, у нас зачат почти всегда блокируется наше дыхание. А почему оно блокируется? Спазмируется в легких. Ага, то есть спазмируется в мышцах, которые руководят ружной клеткой вдоха 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 вдоха. Питание каждой нашей клеточки. Понимаете? Чем больше оно спазмируется, человек сам замечает, он начинает меньше, меньше, меньше дышать. И дышит настолько недостаточно. У нас кислородом в каждой клеточке дышит. Именно так дышит младенец. Такое дыхание запланировано для нас природой. Но люди с возрастом разучились правильно дышать, эти напряжения, переживания, взрывы страстей перекрывают наше дыхательное горло и не дают дышать. Люди дышат так небрежно, так несовводно, что на дыхание едва остается, чтобы только кое-как жить. и недостаток этого дыхания и подачу в кислородном организме, что он делает? Как бы попадает в такой порочный круг. Чем меньше он дышит, начинается кислородное голодание, и уже нервная система начинает напрягаться от кислородного голодания. Вы понимаете? Вроде бы нет ему причин тратить нервы, но блокировано уже дыхание, идет кислородное голодание и из-за этого нервная система напрягается. И внешне это выражается еще больше скопленности и стягива из организма. Правильно. Гибко стеряется напрямую. К сожалению. Вы правы. И вот как раз теперь если опять-таки вернуться к вашей методе, то значит вот с помощью того же может быть классического массажа растирает разминает вы стараетесь значит чтобы уже улучшить и кровообращение в тканях и подать и расслабить и дальше применяете еще остальные значит приемы и дальше приемы вот я говорю что лепим организм вот перекус вывод настолько большие помните где-то там нажимаем мы почти что отсоединяем вот это напряжение здесь 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 то есть тело человека расслабляется и уже когда оно расслабляется гораздо легче мы его вылепляем таким как он должен быть по природе первое симметрично вот процессе процессе вот этих двух недель постоянно в работе значит кроме того что работаем кулачком пальцами там значит мы постоянно следим за симметрией человека чтобы он оставался только симметричным чем он больше находится в симметричном положении тем скорее его организм мозг привыкает к правильному положению в пространстве и скорее идут все эти восстановительные процессы а вот меня заинтересовало вот это напряжение болельниче напряжение вот где наскапливается в мышцах сухожилия или это кость и сухожилия вместе просто не значит если вы рассмотрите кусти человека у нас есть на лопаточках углубление значит на тазобедренных суставах под мышками как южну блевый вот там скапливается энергия которую необходимо разрядить чтобы она не стягивала человека понимаете и мы симметрично даваем слева и справа происходит разведка но к сожалению через меня происходит и я вместе с пациентом тоже плохого носить чувство когда ему плохо но когда уже во второй половине ему скажем лучше лучше и моей силой приходят но интересно если говорить вообще о лечении то современная медицина пошла по пути можно так сказать отстранение от больного человека человек пришел к врачу а он там смотрит в это он что-то там выписывал рецепт и там принимаешь таблетки где принимаешь и все и как сказать человек вот без безучастно так остается со стороны врача какое-то отчуждение у вас же происходит полнейший контакт то есть вы своими знаниями своей энергетикой своими чувствами и в конце концов своей любовью к больному человеку вы добиваетесь вот этого исцеления что ваши бывшие больные становятся вам друзьями зачастую пациент раньше спрашивали а что это то то что самое главное знать анатомию физиологию человека чувствительность пальцев аааа я для себя задавал вопрос пришел что самое главное любить человека я ему каждого по центре ему по-своему а значит я ему желаю доброго и естественно все мои не то чтобы все но очень много сил направлен на то чтобы выровнять это чтобы было хорошо и я получаю потом даже в отношении оплаты может неправильно но я считаю что это правильно только тогда когда я завершу работу когда я этому человеку ничего не должен я работаю вольно совершенно мне ааа то есть я так понимаю хочет сказать что он со своей стороны понимаете если он выписал рецепт и дальше интересно вылечились вы или не вылечились он со стороны сделал своими руками своим напряжением своим вот знаете затратой времени он же мог пойти погулять рыбку половить там еще что-то такое а он допустим полтора два часа больше он отдает вам и доволит вас до той кондиции до которой он считает нужна не вы а он что он все сделал для того чтобы вы стали симметричными здоровьем и здоровьем ваша работа всего организма а не просто так знаете там пришел массаж грубо говоря 30 минут шея или спина это столько стоит это столько стоит это там столько стоит то есть вообще не столько сейчас речь о какой-то оплате а речь о том чтобы был лечебно оздоровительный процесс проведен правильно и до конца вот что самое главное а вот какая-то методика она как раз вот приходит человек вот такой кремой больной а уходит здоровый с легким настроением с хорошим сном и далее и далее вот так еще я хочу заставить внимание то есть вот врач прописал значит колите витамины принимаете массаж то есть массажист выходит значит дальше мы там еще там что-то там получили еще что-то все и его роль на этом закончилась то есть мы пошли мы должны найти процедуру чтобы делали кто-то массаж а тот а тот с Марьей Григорьевичем все оказывается в комплексе и до конца под его чутким руководством человек вырустывать в него вот на дни лечения основной принцип не отказать организму когда он будет просить спать вот это основной принцип потому что только во время сна происходят все восстановительные работы и еще учитывая что вот такая вся деятельная работа происходит с организмом я обычно прошу людей чтобы они как-то от основной работы то ли во время выпуска приходили вот как-то так чтобы они могли посвятить перестройке организма вот эти две недели понимаете когда мы заканчиваем работать с пациентом я обычно уже знаю его организм я ему рекомендую какие-то одно-два может упражнения которые необходимы именно его организму чтобы он себя поддерживал в форме как можно дольше живо радовался был здоров самостоятельно поддерживать свое здоровье с помощью разумного отношения к самому себе физические упражнения направленные на растяжку спину на гимкость ну как это простейшее питание ответ на активность и все вы сохраните свое здоровье на ту же годы почти любые суставы которые которые не травму получили где-то раскрошились во время восстановить кровообращение любого сустава проблемного пойдет нормальная циркуляция начнет хрящевая прослойка в суставе система самовосстанавливающаяся и значит задача врача заключается в том чтобы создать условия для восстановления самовосстановления и поэтому с помощью вот как раз разработки вот этих глубоких пост-пазмированный мышц когда туда ничего не поступает то что туда идет питание 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 дышать больше идет с кровью кровь к проблемным суставам и идут все постановительные процессы и сустав целый и выходите потому что любое оперативное вмешательство легкое легкое не было правильное не было это все-таки большая нагрузка на организм и сокращение его жизненных резервов потому что после операции идет послеоперационный период и далее и мало вероятно что там восстановится кровообращение после всех резекций которые я хочу особо подшипнуть что если человек думает вот смотрите сустав блокированный получился из-за того что произошло вот это вот улучшение питания за счет мышечного спазма и его меняет сустав это не значит что у вас восстановится кровообращение и все это срастется нормально у вас может он опять раскрошиться и понести еще большие страдания вот чем еще важно оставить то что нам всевышний дал значит просто сделать эти суставы здоровыми тем более это несложно совершенно несложно а вот с почками я слышал что и пучка вот у вас сейчас перестатки почек вот пучка перестала работать отчего она перестала работать сразу же оговорюсь что касается почек есть вот такой момент когда человек доведет доведет до того что в лоханке почки вот такой минерал сидит вот в этом случае оно уже сморчилось и превратилось в камеру вы понимаете если он в состоянии потерпеть восстанавливается нормальное питание почки начинает то есть какой приток кровообращения такой отток какой артериальный такой же ледозный кровообращение идет восстанавливательный процесс и даже те минералы начинают таять то есть здесь важно понимать что так как у нас смотрите вот и позвоночный столб у нас идет и отходят нервы от него которые внутри имеются и каждая пара нервов она снабжает тот или иной орган и если допустим сжало где-то в спине и нервная регуляция начинает нарушаться почек то это ведет к тому что и питание почек начинает улучшаться поэтому зная вот эту особенность мы разблокируем сначала нервы вы знаете бывают такие интересные вещи как небольшое отличение кровообращение все хорошо а нервы перерезут и рука высыхает а почему она высыхает потому что именно нет нервной стимуляции которые первая поэтому ее надо наладить и как только мы начинаем налаживать вот эту нервную сначала связь а потом за счет я весил ваши приемы значит когда мы работаем с брюшной полностью сжимаем разжимаем улучшаем вращение то получается что почка она такая мягенькая она то сжимается выдавилась кровь то расширилась в результате массажа напиталась и плюс нервная регуляция восстанавливает почечки почечки начинают работать вы правы что мы сначала на позвоночнике чтобы там не было зажато мирное окончание дальше есть точки которые отражают работу наших почек на теле по этим точкам проходим непосредственно это уже наверное антическим каналом подтягивая подтягивая мышцы на свои места чтобы они не прорисали то есть здесь с разных сторон это идет вот видите какая методика на баранах не просто там что-то действительно ухожих шиву который вот так вот стимулирует почку какой-нибудь адреналина или еще так а очень важно действительно поднять почки чтобы они ничем не были зажаты начали работать далее подать сигнал угрожая далее нормализовать римфо-обращение кругу обращение что все это оттекало и протекало и там нормально как будет то есть мы возвращаемся к началу нашего разговора что мы делаем мы вылепливаем костный мышечный скиль человека так как он должен работать правильно в идеальном состоянии и получается здоровый человек то есть видите мы начали с этого и этим же закончили то есть тем самым показали вот всю глубину и сложность вот этих процессов тем что как надо поставить организм в нормальные условия чтобы он дальше начал работать от пациента не нужно думать об этих условиях значит единственная его задача постараться не отказать не лечение не отказались когда вы просите спать остальные потому что во время сна идет как раз восстановление и сон нужен для того чтобы мы не своими мыслями не своими какими-то действиями не мешали у вас я бы хотел добавить особенно сказать тем кто у кого-то ждет операцию на суставы да не делайте не делайте люди себя не не громте себя по-простому сказать все можно восстановить ноги просто и еще что хотелось бы я бы не хотел чтобы вот эти все наработки извините ушли со мной если у кого-то кто-то чувствует желание реально помогать людям я бы с большой радостью оставшуюся часть жизни посвящал чтобы научить людей чтобы они продолжали это я бы очень этого хотел рад тому что встретился с Владимиром Георгиевичем с его методикой и мы понимаем вот какой настоящий должен быть врач спасибо вам большое и низкий поклон спасибо вам спасибо